В эфире городская среда, с вами Тимур Туманов. Сегодня поговорим о стартапах. И у меня в гостях Гульшат Габдрахманова, менеджер по развитию предпринимательства. Гульшат, мое почтение. Привет. Сразу оговоримся, мы будем на «ты», потому что давно знакомы. Вообще, что есть это модное слово «стартап»? Спасибо за вопрос, потому что с этого, наверное, начинается любое столкновение со мной. Что такое стартап? А как это? А зачем это? Стартап – это что-то уникальное на рынке, которого еще нет, естественно. И это быстро растущий бизнес. То есть, если сравнивать стартапы и просто бизнес, то бизнес – это который… Ну, мы открылись, открылись сегодня. Мы не хотим расти, мы как бы локально охватываем какой-то регион. Но если говорить о стартапах, это то, что уникальное, это какая-то уникальная технология, которого еще нет на рынке. Рынок есть, но на рынке этого еще нет. И который хочет быстро масштабироваться. Ну, вот на конкретном примере из жизни, например, возьмем какой-нибудь вполне себе конкретный бизнес, которому все давно и хорошо привыкли. Ну, скажем, пусть это будет автобизнес, автосалон. В этом случае, что для них будет, ну или как наоборот, например, владельцу, или потенциальному владельцу автосалона, заявите себе именно о своем бизнесе, как о стартапе. Если он уже долго на рынке и хочет сделать какой-то стартап, это возможно. Главное, чтобы понять, как он улучшает жизнь своих клиентов. То есть это, так как я работаю в IT-университете, для меня самый легкий пример – это сделать какое-то приложение для своих клиентов, чтобы они, например, записывались быстро, легко, два-три клика, и ты уже записался на автомойку, на автосервис или еще что-то. Доставка машины на дом. Можно. Да, ну то есть надо быть в этом рынке, во-первых, экспертом, чтобы что-то создавать новое, во-вторых, очень знать своих клиентов, а что они хотят. Потому что вот есть в стартапе, это продукт-маркет-фит, то есть это делать стартап не ради стартапа просто, а ради того, чтобы удовлетворить какой-то спрос клиента. То есть любой бизнес делается для того, чтобы люди покупали, а не просто бизнес ради бизнеса, у меня есть ипэй и так далее, а ты действительно делаешь стартап, чтобы, точнее, бизнес, чтобы удовлетворить какие-то потребности людей. Все. И если эти потребности ты удовлетворяешь быстрее, качественнее, то ты можешь там являться стартапом. Сразу напомнило, у меня есть свой бизнес, но таксистом я для души работаю. Да, это всегда так. Сколько вообще стартаперов у нас сегодня есть в Татарстане? Ну, то есть, так скажем, официально зарегистрированных, которые проходят через ваш центр? Конкретно наш центр, стартап-студия университета Иннополис, работает только со стартапами студентов. Но так как мы находимся в особой экономической зоне Иннополиса, у нас есть технопарк, там более 50 стартапов зарегистрированы конкретно в этой особой экономической зоне. Не студентов. Не студентов, да. И плюс наши там студенты. 24 стартапа зарегистрированы как студенческих стартапов. То есть, они были либо студентами и зарегистрировали компанию, либо были выпускниками и зарегистрировали тоже компанию. Такой статистики, сколько в Татарстане стартапов, никто, мне кажется, не ведет. Если только этот стартап не пришел в какую-то особую экономическую зону, либо типа IT-парк, так же самое в Казани, в Чулнах, и зарегистрировался как официальный резидент стартап, то тогда можно посчитать статистику, но мне кажется, она меняется с каждым днем, потому что больше, меньше, меньше, больше? Конечно же, больше. И с каждым годом вообще слово стартап становится более популярным, и вообще ты не стесняешься этого слова говорить на улице, что ты стартапер и чем ты там занимаешься. Вот поэтому я больше скажу большую мировую статистику, то, что, например, если посмотреть по мировым показателям, что там 25 процентов стартапов выходят из студенческой скамьи. Если смотреть на нашу страну, то там всего 3 процента. Хорошая статистика. Да, 3 процента стартапов создаются в студенческой скамье в стенах у вуза. Поэтому не говорю, что это плохая или хорошая статистика, но вот она такая есть. Мне просто всегда казалось, может быть, ты сейчас разобьешь мои стереотипы, что стартапер, но это человек, который, наверное, только услышал модное словечко и хочет быть на волне. У вас есть какие-нибудь ребята, которые вообще не вкладываются в образ такого типичного представителя, даже, наверное, карикатуры? Вот, например, ну я не знаю, сейчас абстрактно-абстрактно порассуждаем, не знаю, какой-нибудь, знаешь, мужик такой, столер, да, например, который... Я всю жизнь делаю столы, вот, например, такие, слушайте, хочу, хочу что-нибудь такое новенькое, да, вот. Как ему быть? Что для него, например, может быть стартапом? Ну вот, может ли простой работящий человек, пациент рабочего класса, вот, объявить себя стартапером? Вообще, может быть, потому что средний возраст стартапера в России, это где-то 30-33 года, то есть... Это все равно молодежь. Да, молодежь, естественно. Ну, конечно же, этот возраст чуть уменьшается, то есть мы, там, 25 уже открывает стартап, например, Кевин, он студент университета Иннополис, ему сейчас 25 лет, и он почти миллиардер, можно так сказать. Кевин, он англичанин, американец? Нет, он родился в Москве и решил поступить в Иннополис, когда узнал там о PR-компании, и учился в Иннополисе, закончил, стал разработчиком, вот, и... Необычное имя у него для наших широт, я должен за это отметить. Кстати говоря, насколько вообще стартапы сейчас актуальны? Ну, в мире не берем, понятно, да, центр индустрии, а Россия, и уж тем более Татарстан, то есть один из субъектов, еще более локальная повестка. Насколько вообще актуально это явление у нас? Сейчас это самая актуальная повестка. Актуальная, она началась еще год назад, в 2021 году, когда мы ездили на конференцию, она называется Архипелаг 2021, это большой форум для образования, для инноваций и так далее, то есть на две недели собирается вся элита, кто занимается наукой и делает какие-то инновации, и там они делают перспективу на несколько лет. И вот до 30-го года у каждого там вуза должно быть 300 стартапов выйти из университета. Вот, поэтому задача большая, задача глобальная, и создается там платформа технологического университетского предпринимательства, в которой вкладываются очень большие средства и инвестируют в вузы, и вузы должны в своих вузах создавать студенческие стартапы, помогать создавать. Вот, то есть эта повестка сейчас самая глобальная, и как бы, смотря на эту статистику, 3%, да, у нас, то сейчас мы хотим как бы больше сделать это. Ну, цель хотя бы какая, 5? Ну, для начала. Ну, для начала, конечно же, да, хотя бы на 1% увеличить. Сейчас еще продолжим немножко топтаться вокруг темы простых людей. Вот, например, я, да, абсолютно средней статистики человек, вдруг захотел первый раз в жизни, например, попробовать себя в бизнесе, да, то есть мы не берем студентов, которых к этому готовят, мы не берем уже, там, предпринимателей со стажем, да, которые ищут просто новинки какие-то для себя. А вот именно человек с нуля, который, ну, надо что-то пробовать, надо что-то пробовать. Во-первых, с чего ему стоит начать? То есть куда вот мне идти со своими ценными идеями? Лично мой совет, это нужно идти в той области, в которой ты разбираешься. Вот хоть в какой-то области ты разбираешься или тебе интересно в этой области, как бы ты там играешь в компьютерные игры и тебе нравится, ты хочешь что-то свое создать, какой-то персонаж или какую-то компьютерную игру. Ты там разбираешься в автосервисе, там, не знаю, в маркетинге или еще что-то, ты идешь туда и начинаешь разбираться, от чего не хватает там, в этой индустрии. Вроде все хорошо, но всегда есть какая-то там степень, какой-то процент, который еще не разобран вообще никак. Поэтому ты идешь, 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 копаешь, копаешь. И первое, что делают стартаперы, это customer development, то есть это исследование рынка. То есть максимально ты смотришь, а что на рынке, а что, как, зачем и почему, и делаешь интервью с людьми. Обычно интервью, вы хочешь на улицу. Типа соцопросы, да. То есть даже можешь у своих, ну, спрашивать у своих знакомых, наверное, не очень, потому что они, ну, как бы, широкого кругозора, можно так сказать. А тебе нужно конкретно, вот если человек в автосервисе, то ты идешь, прям можешь около автосервиса сесть и сказать, вот у меня соцопрос. И спрашиваешь у водителей, а что им не хватает, например. И какую-то картину создаешь и понимаешь, а, можно же вот ее улучшить. Либо сейчас, как вообще делают стартапы? Есть несколько стадий развития стартапа. То есть, например, ты нашел какую-то идею, пропиччился перед инвесторами и... Сразу оговоримся, питчинг это защита. Как вот защита диплома, диссертации и так далее. Да, то есть ты презентовал свой стартап, и, например, инвесторам очень понравился, они в тебя ложились, и ты как бы работаешь, ты директор, руководитель компании. А есть другая модель, что ты делаешь стартап, у тебя есть какие-то свои инвестиции, ты все делаешь, все хорошо, и тебя покупает большая корпорация, индустрия, и ты как бы все, продаешь, и дальше живешь на Мальдивах, допустим. Ну, перспектива жить на Мальдивах, это, конечно, неплохо, а понятно, что мы в основном все широкий зритель, потребитель, в общем, тоже человек средней статистики обычно, ну, так скажем, руководствуется ошибкой выжившего, то есть удачными примерами, что вот у этого получилось, значит у меня тоже получится. Сколько тех, у кого, в принципе, не получилось? На самом деле очень много, и это нормально, как раз-таки, что такое вообще бизнес? Бизнес – это риск и прибыль, все, это два таких составляющих, а стартап – это как раз-таки дает немножко ошибиться, то есть стартап – это не совсем бизнес, потому что здесь как раз-таки можно ошибаться, здесь работает система гипотез, чем больше гипотез ты проверишь, тем как бы быстрее ты дойдешь до сути, то есть у тебя есть какая-то цель, и ты идешь разными путями, разными гипотезами к этой цели. И чем быстрее, чем качественнее, и ты дойдешь до этой цели, тем лучше, ты можешь стать бизнесом. А стартап – это, конечно, возможность ошибиться как раз-таки, поэтому как бы и в студенческой среде это и вводится сейчас очень массово. Мы продолжим, не переключайтесь, сейчас прервемся на рекламу. Мы вернулись, и вот как раз о параллелях. Насколько я понимаю, Иннополис, ну, не списан, ты списывай только не точь-в-точь. Ну, для него прообразом послужила Кремниевая долина. Мне кажется, в какой-то степени да, но все равно у нас что-то есть другое, потому что есть люди, которые и там, и там были, говорят, что Иннополис что-то другое. Там своя какая-то экосистема, все-таки это отдельный городок, а не как бы как в Кремниевой долине. Плюс здесь создана инфраструктура. Ну, то есть я не могу сравнивать так объективно, наверное, я не была в Кремниевой долине. Я даже больше не про какие-то внешние атрибуты, а вот именно про саму суть, что там и там это взаимодействие со студентами, уже почти готовыми специалистами. Зачем ждать, пока они выпустятся, пойдут на работу, проработают там 25 лет, и потом, может быть, кому-нибудь из них все-таки взбредет в голову открыть что-то свое. Давайте их привлекать уже сейчас. И пусть они у нас, грубо говоря, вот прямо здесь при нас на глазах работают. Мне кажется, вот в этом очень много схожего. Но вообще это как известная фраза «неважно, где родился, в Татарстане пригодился». Поэтому здесь, мне кажется, как раз-таки хороших специалистов, умных специалистов хотят оставить в Татарстане, потому что Татарстан впереди планеты всей. И когда ты ездишь опять-таки на форумы и конференции, говорят, каждый раз, когда какое-то предложение звучит, говорит «Татарстан, я беру». Татарстан сразу берет и делает это все, внедряет и так далее. То есть у Татарстана хорошие акции? Очень, очень, да. Кстати говоря, о перспективах. Вот какие есть, в принципе, перспективы у стартапера? Ладно, с неудачными мы поняли. Если все-таки все сложится удачно, ну то есть вот примерно, да, понятно, где-то у нас здесь Илон Маск, а здесь мы, да. Ну вот как долго мне, ну примерно до среднего какого-то значения нужно будет добираться? Конкретно, если смотреть ситуацию сейчас, то есть у стартапов очень большая государственная поддержка в виде грантов. То есть, в принципе, первые инвестиции в стартап, как называется, это 3F. Friends, Fools and Family. То есть семья, друзья, и которые как бы вкладываются и не понимают, куда вкладываются, но главное вложить какие-то деньги. У них есть деньги, поэтому их особо не волнует. Да, их не волнует. И вот если у тебя есть какие-то эти инвестиции, ты можешь уже что-то создавать. Самое главное создать минимально жизнеспособный продукт, который ты можешь протестировать. И есть еще минимально желаемый продукт, и еще есть минимально, там много очень таких фразочек. Минимально работоспособный я примерно понимаю, а что такое минимально желаемый продукт? То есть, это опять-таки, ты проводишь интервью с клиентами, и они говорят, я бы хочу именно вот это. То есть, ты в принципе жизнеспособный, он работает, а желаемый это то, что купят. А есть еще минимально лавабл продукт. Любимый? Любимый продукт. То есть, люди в принципе могут его покупать, но не знают, а зачем он мне? Ну, они любят его, ну и покупают. В общем, это из разряда хобби. Да, да. То есть, есть разные стадии, и вот как раз таки, первое, если у тебя есть какие-то инвестиции, такие 3F, то ты как бы развиваешься, идешь, идешь, идешь. Потом есть стадия сид, раунд, когда ты уже привлекаешь инвестиции, вот ездишь по питч-сессиям, презентациям, по инвесторам, пишешь в разные фонды, либо пишешь бизнес-ангелам, либо встречаешься. Да, бизнес-ангел, так называешь. Что такое бизнес-ангел? Это индивидуальный, частный, физическое лицо, которое может вложиться в твой стартап. То есть, он инвестирует. Это один из тех F? Возможно, возможно, либо это уже какой-то крупный игрок, которым много инвестирует. Вот, и потом уже ты берешь эти инвестиции и развиваешь стартап до определенного уровня, потом тебе еще нужно инвестиции. То есть, ты вот всегда в поиске, ты никогда не спишь, мне кажется, ты постоянно ищешь ресурсы. Иногда стартапу не нужны деньги, ему нужны связи. В каких случаях, например? А, например, когда ты не знаешь, как, например, выйти на какое-то министерство, ты просто находишь какой-то контакт очень теплый, который тебя связывает с руководством, и ты все. И либо вкладывают, ну, они потом вкладываются. Вот. То есть, ты не можешь привлечь инвестиции, но ты при этом привлекаешь связи, которые потом вкладываются. Угу, понятно. Ну, и, может быть, на твоей памяти есть какой-нибудь топ-3, топ-5 самых интересных, необычных стартапов, вот, я не знаю, за последний, может быть, год? Есть один из стартапов, который у нас в университете Иннополис создался. Это дейтинговое приложение. Ребята сделали наподобие обычных дейтинговых приложений, но ты общаешься только голосом. Дейтинговых – это приложение свиданий и знакомств. То есть, ты общаешься голосом. Все. То есть, в виде... То есть, они сделали не как это обычно «смахни фотографию влево или вправо», а голосовой чат? Типа, да, то есть, там есть фотография, внизу есть иконка, где ты нажимаешь и слушаешь голос этого человека. И, то есть, ты по голосу определяешься, тебе нравится он или нет. Даже не по фотографии, а по голосу. И, ну, потом сравниваешь. Вот, это такой стартап, он есть, у него есть клиенты. Вот, он развивается. У него есть инвестиции привлеченные. Ну, может быть, еще. Ну, ты, кстати, действительно необычная, еще каких-нибудь, ну, парочка буквально. Есть ребята, которые приезжали к нам в акселератор, они делают умную таблетницу и сейчас делают умную колонку. Умная таблетница, это, ну, как бы, выглядит как таблетница, где можно несколько таблеток положить, и она напоминает тебе, когда ее принимать. То есть, это для, вот, как раз-таки, людей, там, 50+, которым нужно регулярно что-то принимать, и они, там, могут забыть и так далее. Через приложение родственники могут контролировать или бы напоминать, да, чтобы эта таблетница, там, пищала, грубо говоря. И вот они решили сделать помощь таблетнице, колонку, которая также будет стоять рядом, и, возможно, говорить, что тебе нужно принять, не знаю, таблетки и так далее. Следующий стартап, который мне очень нравится, ребята из Питера, которые связаны с вином. Вот, это, мне кажется, интересная тема для всех. Да, 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 продолжайте. Они предлагают тебе забронировать участок в любой территории России, в которой посадят виноградники, в которые будут расти, и давать тебе виноград, который потом сделают, из которого потом сделают вино, и ты уже потом в конце получишь вину. Свою бутылочку. Да, сотуй свою бутылочку. Вопрос, зачем мне они? Ну, то есть ты вот, например, живешь в городе, в Москве, в Питере, у тебя нет возможности куда-то выезжать, иметь какой-то участок, но ты хочешь свое иметь вино. Все. Ты покупаешь участок, где люди все это сами делают, все обрабатывают. То есть ты, грубо говоря, как подписка, плачешь в месяц за работу. А потом ты можешь с гордостью всем говорить, что ты винодел. Можно, да. Собственное мое. Вот, и есть еще один, мне нравится стартап медицинский. Ребята, хотя они еще в стадии создания, они делают из паутины пластырь. Да, то есть паутина, она с очень заживляющим эффектом каким-то, обладает, и плюс они еще добавляют какие-то химикаты, которые еще лучше делают свойства этого пластыря, что ты как бы приклеиваешь на кожу, и у тебя быстрее идет заживление. Нет, ну, паутины из пластыря, такого я, конечно, еще никогда не слышал. То есть пластырь из паутины. Да, 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 да. Не наоборот. Хотя наоборот тоже было. Тоже было интересно, да. Ну, и кроме того, что, конечно, мне, кстати, всегда вот удивляют такие люди, охота спросить, вы секретарем убого не подрабатываете? Сейчас речь пойдет про тебя. Как вообще ты все успеваешь? То есть давай для зрителя небольшой контекст, тебя тоже все-таки познакомим. Ты не только тренер по бизнесу, ты еще инструктор по сноуборду. Да. Как так получилось? Так получилось, что я родилась в Альметьевске. Почему именно Альметьевск? Потому что у нас есть коронолыжный комплекс, в котором я начала учиться как раз-таки падать, вставать, падать, вставать. Как раз-таки это как путь стартапера. У меня было много синяков. Меня мама не хотела, чтобы я туда ходила, вообще ездила. Но я вот так очень полюбила этот спорт. Хотела его изучить, овладеть, можно так сказать. И сейчас, да, я уже катаюсь около 10 лет. И сейчас я вожу там людей в горы. Да, как тебя занесло на какой-нибудь Эльбрус? И могла бы, вот у нас есть ГЛК, и в принципе там нормально. Зачем туда? Хотелось, наверное, посмотреть. А как это? 5200, 400. Как? Очень впечатляюще, очень советую, да. Ну и еще, давай, продолжаем знакомство. Молодежные активисты. Как тебя туда? Я также, да, работала в управлении по делам детей и молодежи нашего Адмитинского муниципального района. И как туда занесло, я в студенчестве была старостой, была председателем студсовета. У меня было очень много связей. То есть все решает связь. Даже не деньги, а связи. То есть у меня очень много знакомых, к которым я могу обратиться, и они могут решить мою проблему. Сейчас я являюсь таким знакомым, который решает проблемы других людей. И в молодежке, уже в молодежной политике 8 лет. 8 лет? Да. Ну, кстати говоря, мы тоже иногда исследуем тему вообще молодежи. Когда, я понимаю, ты, может быть, не застала это время, но когда вот у нас молодежь воспринималась, ну, это человек где-то 25 уже все, то есть уже не молодой. А теперь молодежный возраст это 35 лет. Да. Молодежь та тех времен, которая в 25 уже переставала быть молодежью. И молодежь нынешняя, которая еще в 35, ну, не сказать, что дети, ну, такие старшие подростки. Да, да. С кем легче, с кем труднее. Потому что тем, кому тогда было 25, сейчас уже лет под 40. Лично мне с кем работать или в целом? Да, да, да. Ну, и в целом вообще, ну, то есть кто более молодежный? Та молодежь, которая теперь уже за 40 или современная молодежь, которая в 35 еще, в принципе, еще подростки? Я думаю, надо работать, ну, во-первых, я работаю с молодежью моего возраста в основном, то есть плюс, 5 лет так, плюс-минус туда-сюда, вот. И надо вообще со всей молодежью работать легко, если найти подход. Все. То есть мы тоже стараемся, например, стартапы, это же в основном у нас студенты, а не молодежь, с ними тоже сложно. Но нужно находить подходы, нужно пробовать разные методики, технологии, инструменты, и все получится. Надо опять-таки пробовать, ошибаться, пробовать, ошибаться. То есть это жизнь. Проискать подходы. Я думал, что желающих что-нибудь свое организовать, того же самого стартапа, просто надо отбиваться. Отбиваться всеми подручными средствами, потому что от наплыва, не знаю, никакие коридоры не спасают. А, оказывается, не все так просто. Тем более, еще вспоминаю статистику про 3%. Как так? Ну, сейчас наоборот. Идет, что поколение Z, даже другое поколение, даже он уже сменяется, они хотят создавать свое. И им нужны инструменты, им нужна инфраструктура, им нужна среда, в которой они смогут создавать что-то свое. Потому что сейчас подростки, они не хотят работать на кого-то, они хотят работать на себя. То есть принцип не работать на дядю, он актуален сейчас прям совсем-совсем, еще актуальнее, чем в те времена, когда его придумали. Да, да, есть такое. Ну, спасибо тебе за интересную беседу. Я, кстати, узнал много нового, особенно почти поработал переводчиком. Да. Все, спасибо тебе, приходи к нам еще. Спасибо. Это была «Городская среда», с вами был Тимур Туманов. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова